Друзья, добрый день. Подмосковье, Истринский район. Меня зовут Богачева Галина. У нас конец марта. Хотела вам показать, как перезимовали у меня рододендроны листопадные. Но мне кажется, вот верхние почечки, они сухие, потому что в основном сугробы вот именно в этом месте были чуть ниже вот этих почек, когда были основные морозы. Потом, конечно, здесь уже было много снега, но первоначально при минус 30 верхушечки они стояли. Вот я, конечно, не знаю, они у меня перезимовали первую зиму, вот эти рододендроны. Мне так кажется, что, скорее всего, вот они подмерзли. А вот то, что было внизу, то, что было под снегом, вот они почечки такие живенькие. Вот они зелененькие почки. Я думаю, что будет все нормально. Вот здесь тоже почки. Цветет этот рододендрон очень красиво. Сейчас скажу, как он называется. Называется Silver Slipper. Азалия. И также у меня на этой грядке посажены верески и эрики. Все в плачевном состоянии. Конечно, еще неделю назад здесь было прям много снега. За неделю все растаяло. Здесь, конечно, надо почистить. Вот это верески, вот эрики. Здесь еще у меня Семен сидит. С какими-то растениями, видимо, придется проститься. Хотя цвели в прошлом году хорошо. Но вот, смотрю, совсем в плохеньком состоянии. Вот эти еще зелененькие эрики. Так, Семен, ты очень мешаешься. Здесь вот зелененькая. Здесь совсем сухенькая. Вот еще у меня один рододендрон листопадный. Он был низкий. Весь закрыт снегом. Вот здесь почечки вроде бы ничего. Посмотрим. А вот здесь под бумажной коробкой у меня сбежавшая невеста. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, Семеша, ты мне очень мешаешься, Семешечка. Ты мне свет загораживаешь. Отойди. Вот сбежавшая невеста. Вот я вижу зелененькие почки. Сейчас, наверное, прикрою каким-то ящичком, чтобы все дышало. Потому что сегодня обещали чуть ли не плюс 15-17 градусов. Хотя вот такие еще у нас снег везде лежит. Так что, ну вот, вроде бы как бы живая сбежавшая невеста у меня здесь. Потому что она любит кислую почву. И вот эта грядочка у меня таких кислолюбивых растений. Уважаемые друзья, вот прочистила всю свою грядочку с кислолюбивыми растениями. Ну и что у меня в результате получилось? Обрезала эрики, верески все. Вот этот, это скорее всего эрика у меня. Но вот это пропадет. Но у меня есть вереск еще в парнике. С осени не успела посадить эти зелененькие. Это тоже более-менее. Ну вот это тоже под вопросом. Листопадные рододендроны. В принципе, все нормально. Немножечко веточки тоненькие, сухие подрезала. Вот этот вереск у меня в хорошем состоянии. Но ему много лет. Он у меня был на другой грядке. И осенью я его вот сюда пересадила. Перезимовала отлично. Этот рододендрон тоже, думаю, что он будет цвести. Вот верхние почки не знаю. Но нижние, скорее всего, точно будут цвести. Когда будет цвести, покажу. Красоты необыкновенной. Этот у меня вереск тоже в хорошем состоянии. И гортензия гибридная сбежавшая невеста тоже хорошенькая. То есть везде я посмотрела, практически каждая веточка заканчивается почкой. То есть зимовала в обычной грядке и закрыла на зиму просто картонной коробкой. Сделала дырочки в этой коробке. Поставила вот такие штыри металлические, чтобы под снегом не провалилась эта коробка. И ее еще приложила вот камешками. То есть перезимовала. Сбежавшая невеста отлично. Сейчас я возьму вот такие ящики пластиковые. И закрою все верески Эрики от вот этого весеннего жгучего солнца. Вот так все прикрою. Закрою также сбежавшую невесту. Ну, а рододендроны, они, в принципе, на них нет листьев. Все нормально с ними будет. Спасибо всем за внимание. Всего доброго и до встречи.